Приветствую вас на канале HowFixit и в этом видео я постараюсь наглядно объяснить в чем разница между жестким диском и SSD диском в корпусе 2.5 дюйма, M.2 SATA и M.2 NVMe и M SATA накопителями. Разница в этих накопителях заключается в разных типах подключения к материнской плате ноутбука или ПК. Если сравнивать жесткий диск 2.5 дюйма и SSD диск с таким же форм-фактором 2.5 дюйма, вы сможете заметить, что интерфейс подключения в обоих типах одинаковый SATA. То есть если вы хотите заменить ваш старый жесткий диск на современный и быстрый SSD накопитель, никаких проблем не возникает, потому что SATA и интерфейс совместим между собой независимо от того, какой объем вы хотите установить и какой тип подключения SATA 1, SATA 2 или SATA 3. Но к сожалению вы никак не сможете установить M.2 SSD накопитель на место SATA жесткого диска. Это просто физически будет невозможно. Также физически невозможно установить на место M SATA накопитель M.2 SSD накопитель. У этих накопителей, как вы можете заметить, тоже разъемы подключения разные. С жестким диском и SSD диском форм-фактора 2.5 дюйма достаточно все просто и понятно. Также без каких-либо проблем вы можете заменить M SATA накопитель, потому как этот тип накопителя доступен только в одном размере корпуса платы и с одним типом подключения, поэтому мы его убираем. У нас остается M.2 SSD накопитель с разными размерами корпуса платы, с разными типами шин, с разными размерами подключения и отсюда у многих появляется неопределенность. А какой же мне купить M.2 SSD при апгрейде компьютера или ноутбука. Начнем с того, что M.2 SSD платы бывают разных размеров. Их всего 4. 2230, 2242, 2260 и наиболее популярный 2280. Первые две цифры указывают на ширину платы, вторые две цифры на длину. Как правило, указано, какую длину M.2 платы поддерживает материнская плата. Теперь переходим к типам M.2 накопителя. Накопители M.2 могут быть в версиях SATA и NVMe. Так в чем же разница между M.2 SATA и M.2 NVMe? SSD накопители SATA M.2 и 2.5 дюймовые SATA SSD фактически работают с одинаковыми характеристиками. Накопители NVMe и M.2 работают на шине PCI-Express. И это совершенно другие показатели в пропускной способности и они существенно выше, чем у SATA шины. Если очень коротко, то NVMe – это тип шины, который работает намного быстрее, чем SATA шина. К примеру, современные материнские платы используют SATA 3 подключение с максимальной пропускной способностью 600 Мбайт в секунду. Накопители NVMe обеспечивают скорость записи до 3500 Мбайт в секунду. Это в 7 раз больше, чем у SATA шины. Да, эти две платы очень похожи внешне, но имеют небольшое различие в разъеме подключения. Как правило, M.2 накопитель, работающий на SATA шине, поддерживает два ключа – M плюс B. Накопитель M.2 NVMe, работающий на шине PCI-Express, будет одним M ключом. Что это все значит? Показываю на примере. Из примера по картинке видно, что плату M.2 SATA SSD с ключом M плюс B можно установить в большинство слотов, в то время как M.2 NVMe SSD с ключом M установить слот B физически невозможно. Поэтому обращайте внимание, какой именно слот установлен на вашей материнской плате компьютера. Как это все выглядит на практике? Возьмем, к примеру, материнскую плату Asus Prime, у которой на борту есть разъем для M.2 накопителя под один ключ M. А это значит, что вы сможете установить M.2 SATA SSD. Как видите, подключению ничего не мешает. Также можно установить M.2 NVMe SSD. Тоже подключению ничего не мешает. Все то же самое с ноутбуками. Возьмем, к примеру, ноутбук Asus X570. На материнской плате этого ноутбука есть разъем для M.2 SSD тоже под один ключ M. Следственно, можно подключить M.2 SATA и также M.2 NVMe. Но тут может появиться вопрос, а будет ли совместим M.2 NVMe с вашим ноутбуком? К примеру, ноутбук Asus X570 автоматически распознает, какой тип M.2 SSD подключен. И в большинстве современных ноутбуках происходит автоопределение накопителя самим BIOS. Многие производители устанавливают на материнские платы слот для M.2 с ключом M и с поддержкой шины на выбор SATA или PC-Express. То есть вы покупаете M.2 SATA или M.2 NVMe и любой из накопителей будет работать. Но бывают случаи, когда материнская плата работает только на одной из двух шин и не поддерживает, к примеру, новый стандарт NVMe или стандарт SATA. Чтобы убедиться в совместимости вашей материнской платы с покупаемым SSD M.2 накопителем, покажу пример с одной из материнских плат от Asus. Заходим в BIOS, затем раздел Advanced и находим строку M.2 Configuration. Далее в выпадающем меню можно увидеть, что материнская плата поддерживает SATA и PCI-Express шину. А следственно, на такой материнской плате будет работать M.2 SATA и M.2 NVMe. Но стоит также учитывать, что такой настройки может и не быть в вашем BIOS, но при этом ваш ноутбук или ПК будет определять и работать как с M.2 SATA, так и с M.2 NVMe. Поэтому сначала прочитайте спецификацию вашего ноутбука или материнской платы перед покупкой M.2 SSD накопителя. Что, к примеру, делать, если вы поспешили, не проверили наличие разъема M.2 на материнской плате и купили M.2 SATA накопитель, а ваш ноутбук поддерживает только стандарт 2.5 SATA. В таком случае есть достаточно большой выбор разных переходников. На все эти переходники я оставлю ссылку в описании, где вы можете их купить. Такой переходник позволяет подключать M.2 SATA накопитель и сделать из него стандартный SSD накопитель формата 2.5 дюйма. Но если вы попытаетесь к такому переходнику подключить M.2 NVMe накопитель, то у вас ничего не получится. По причине несовместимости самого разъема, естественно несовместимости самой шины. Также и для M SATA накопителя есть переходники, делающие из него стандарт 2.5 SATA. Даже для стандарта 2230 M.2 SATA есть переходник, превращающий M.2 SATA в M SATA, после чего можно подключить к переходнику еще раз и сделать 2.5 SATA. Да, вот такой бутерброд получается, но как ни странно это работает. Ну что же, я надеюсь это видео было для вас полезно. На все переходники и типы накопителей ссылки найдете в описании. И если у вас будут вопросы касательно совместимости накопителя с вашим ноутбуком или ПК, задавайте их в комментариях. ПОДПИШИСЬ!